Все поздравления, братья и сестры, сердечно поздравляю с сегодняшним воскресным днём. Сегодня у нас особое воскресенье недели при празднике Родышнего Христа Господня. Завтрашний праздник, который будет отмечаться во всем мире, православным он, хотя относится к разряду до десятых, но он не связан с событиями земной жизни Господа Бога и Спаса нашего Христа Христа. И уже способы, которые мы будем отмечать, произошли уже после совершения Господа нашими скупительными жертвами в Христе. В 335 году, в этот день, именно сегодня, было совершено освящение храма на храме Господня в Иерусалиме. Была честивая церковь Елена, мать императора Константина, равноапостольного. Когда она прочитала все священное писание, проникла с такой дверь крепкой и решила сама увидеть те места, где жил, где послал Господь наш Иисус Христос. Она предприняла путешествие, произвела настоящие раскопки на месте, где был храм Господня, где именно была Голубова, где была пещера Голубова Господня. И вот в сегодняшний день, как раз, храм этот был освящен в 335 году. И праздник сегодня называется Воскресение Славущее. У нас есть, как вы знаете, 12 праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя, на массу Господня и Воскресение Христос. И стоит в ней ряда этих праздников. Это праздник, это праздник, это жестокая старинность. И поэтому есть множество храмов, в том числе и у нас в Бутилле был храм в честь Воскресения Христова, но ни один из этих храмов не может отмечаться престольный праздник на Пасху Господню. Отмечается именно в день, как раз в Воскресение Славущее. В этих храмах, которые посвящены Воскресению, в сегодняшний день совершаются службы по пасхальному чину. Несмотря на то, что у нас в на дворе, службы совершаются точно так же, как и на Пасху. Пасхальные часы, другие пасхальные чины, крестный ход и все остальное совершаются так торжественно и благоверно. В сегодняшний день память священному члену Корнилия Сотника, того самого воина, который стал при кресте Господа нашего, который исцелился от болезни своей, истекший кровью требований Христа, и который стал не бескопами, тоже мученчиво засвидетельствовал свою веру в Господа. Сегодня также переходящий память с этой земли Алтайской. Ну, Алтай – это в России местность такая. Это жили дикие народцы, которые не знали слова Божия и, казалось бы, такое влияние не имеет к нам. Оказывается, самое непосредственное дело в том, что в числе глинских преподобных есть имя преподобного Макария Алтайского, который в Глинской пустыне трудился очень долгое время, именно этот преподобный Макарий ходил в собор этих всех алтайских святых, вот жил здесь у нас в Глинской пустыне. Он принял очень много, очень большое количество трудов по переводу «Слово Божие» на язык этакий народца, переводил полгава Священного Писания, и он потрудился. Поэтому все в нашей жизни взаимосвязано. Сегодня мы с вами слышали в адресской повествовании, также на митургии, о званных на вечер, о том, что Господь всех призывает на свою вечер. Что такое вечер, Господи? Это божественная митургия. И вот все, без исключения, займет на эту трапезу Господь. Он всех призывает, но у каждого из нас есть свои правдательные, так сказать, причины. А мы должны понимать, что мы правда оправдаться можем. Мы можем, потому что это было своей слависти. Мы можем оправдаться перед людьми, перед священниками, перед личными, но перед Господом мы не можем никак оправдать свое нехождение в церковь, свое нехождение в Храм Божий. И вот все господцы, много званных, то есть все званы, но мало изгланы. И вот вы пришли в Храм Божий, и постояли сегодня, оставили в катургии, помолились. Как же намолились? Что касается вас, что касается меня? Да и Бог, чтобы хоть какое-то мгновение мы сердцем и умом возносились Богом. Все мы люди из плоти, которые состоящие. И постоянно медленность не хочет допускать длинными такими нитками. Мы хоть какое-то время помолились, отрешились от своего земного, и то мгновение, это великое благотворение каждого из нас. Все мы необычные. Вот говорят, я в Храм не хожу, я дома молюсь. Но как правило, вот спросишь, что такого человека, общающегося с ним, понимаешь, что он нигде вообще не молится. И это просто такая правда. И, конечно, Богу можно молиться везде. И в поле, и в огороде, и в дороге, и где угодно можно Богу молиться. И Господь никогда не погружается местом, где мы находимся. Он всегда услышит нас. Но человек, имеющий навык законный, молитвенный дом, они будут молиться. Спросишь у такого человека, какая чаще всего молитва? Сочи сами понимаете, скромнословие есть такие слова. Мы, приходя в Храм Божий, который построен специально, как небо на земле, отличается всей нашей земной архитектурой, и тут мы не можем, и тут нас мир не отпускает. Потому что и здесь нас тоже кого-то увидели, что-то услышали, что-то нас отвлекло. Что говорит о наших домах, о том, что мы где-то когда находимся, там нет нас вообще, мы в нему находимся. Поэтому стремитесь всеми своими силами, ваше внимание интересного Храма Божия, стремитесь ходить, молиться, почищаться, испытываться, пока есть такая возможность. И говорю снова из того, что мы не знаем, и вы, и я, такая ретургия для нас станет, последняя на этой земле. Вот сейчас снова наступает у нас это вот карантин, это снова эта желтая зона, у нас все вот, говорят, большие-большие заболевцы, то есть нам коронавирусом, то ли по старому, то ли по новому, не знаю. Все это страшно нам, по людскому вот такому вот разумению. Но если Господь определил нам уйти из этого мира, вот именно сейчас, ведь мы приходим, и Господь уже знает, когда нас призовет из этого мира. Не бойтесь ничего, кроме греха. Только веруйте, доверяйте Богу. Называется, если есть такие слова, мы верим Богу, но мы должны точно так же и доверять Богу, доверять Ему свою жизнь, и стремиться к Нему, стремиться уходить и служить Ему. И Господь, поверь, никогда не сцена. Разве может, мать оставит свое дитя? Мать никогда судит, не бросит. Но даже если мать просит для тебя, говорит Господь, я не брошу тебя, если только мы от Бога не термимимся, если мы только с Богом будем верить. Поэтому каждую минуту, каждый субботный какой-то час вдох своей души вы стараетесь посвящать Духу и будете верить. Для того будет с вами. Все это достанет на свои места. И поэтому, и пандемия нам это не будет страшна. Только, конечно, уже и духовенство, и меня все уже умерли, Господь призвал именно в это время. Но никуда не деваются и прочие несчастные случаи, и сердечно-сосудистые заболевания, и прочие-прочие, и онкозаболевания, и прочие напасти, которые не исчезла. Но Господь, когда определяет, ему казалось бы, люди без статуса в обществе, без какого-то положения, пережили, выжили, спаслись и снова живут Богу благодаря. А те, казалось бы, у которых были связи и средства, вот и получилось, и все. Поэтому все в руках Божьей, снова и снова, должны это понимать, должны сами осознавать вот это сами. Не буду больше ваше внимание так вот задерживать такими всеми измышлениями. Вот. Сегодняшний день я благодарю вас все, что пришли в храм, за то, что оставили все свои земные дела, и поверьте, и я желаю всем, чтобы Господь вам воздал тем временем, которое вы потратили в души своей, чтобы Господь дарил и здравие, и настроение хорошее, что тоже немаловатый по нашему времени, чтобы вы успевали в своих домашних делах, и чтобы вы знали, что время, вы не украли в своей души, не украли в Бога, а вы отдали в Богу. И это действительно благое дело против храма. Но снова говорю, что наступает этот карантин и прочее, пожалуйста, чувствуйте, что недомогание, какая-то температура, не дай Бог, сидите лучше в Богу. Может, это и не оно даст Бог, но все равно, чтобы не подвергать риску ближних своих. Старайтесь вот так вот тоже собрать любую дистанцию, ни на кого слово не кашлят, не дышать, но понимайте сами. То, что от нас требует, мы соблюдать должны. По поводу прививок, много сейчас об этом говорится тоже. Я священник, я не врач. Я не имею права с благословитой прививкой, не имею права с благословитой прививкой. Это вопрос, с которым священника обращаться не стоит. Вот это спрашивайте своего врача, как ваша совесть видит. Но самое главное, не забывать про духовную прививку. Духовную прививку это истинное причастие, покаяние, жизнь позабытия Божьей. Вот это самое главное в нашем прививке. Все остальное, то, что требует, смотрите сами, и это ваша ответственность, ваш выбор, сознательный выбор должен быть. Поэтому, благословляю на здравомыслях, на состоянии правды и истины. Следующее обосновление, дорогие мои, будет у нас сегодня вечером будет совершаться прожаственное солнечное, поскольку завтра праздник воздвижения Креста Господня и на вечерний, на утренний будет совершаться чиново-здвижение Креста Господня, которое совершается только в городских соборах, в монастырях, в рамах, по благословению архиерийскому. Вот, совершается столько раз в год такая служба чиново-здвижение Креста Господня. Сегодня вечером и завтра служба с утра. Вот, в субботу и воскресенье служба у нас по обычному распорядку, но в следующее воскресенье праздник Наш Крестольный Морцы, праздник Камьи Святого Благодаря Князья Иоанна Путильского и архиерийская служба. Где-то в полвосемья будем начинать молебиться к Афистам, где-то в полдевятого встречи архиерий. Приходите всем, приводите, будем еще объявления давать его газетами и по интернету будем давать объявления, поэтому праздник Наш Крестольный, придите, оставьте тоже все свои земные дела и приводите почти к нашу угодника Божию. Вы знаете, молитвами Иоанна Путильского и его отвигом жизнь в нашем городе не прекращалась ни на один день. Я верю и надеюсь, что сейчас он не отнимает на конец своих молитв и сейчас наш город не смотрели на какие обстоятельства внешние и быстрые. И люди здесь будут жить всегда до Второго пришествия. Вот поэтому придите и почтите память угодника Божию. Напоминаю, также, как же вы видели, у нас в притворе уже начали сносить продукты и плоды земные. Не забывайте, что каждый год мы жертвуем наши храмы на монастыре, там, на ипорхайном направлении, поэтому рукодающие пускай не скудеют. Завтра, буквально на раздвижение, выходят крестные хода из Шостки и из Конотопа. Люди пройдут практически по 100 километров уже 29 числа. Шостки и Конотопа будут встречать в селе Яцина, а отец Сергий и Березенки будут встречать Шостку и Глухов. А уже потом Путильный вечер, уже ближе к вечеру в этот день, 29 числа, встречаем и будут кормить здесь столовой и будут начать у нас в храме. А 30 числа выходит Монастыря, выходит уже крестный ход в Сафроне Пусы, посадить, скажем так, рубеж. И вот Владимир Громандович, что люди пришли издалека, пути ранее видны, в крестном ходе не видны. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, говорите всем, хотя бы какой-то один километр вот с этими крестноходствами. Никто не требует, чтобы шли до Монастыря. У каждого свои седы, у каждого вот постарайтесь от монастыря присоединиться к этому крестному ходу и хоть немножечко пройти эту великую благодать, то, что люди ведут к нам. И вот мы, путемляне, не должны в это время спать. Спать, прежде всего, в духовном плане. Хотя бы немножко присоединиться к крестному ходу. Никто не будет контролировать, никто не будет заставлять. Вы прошли, и немножко я тоже благодать того, представьте, люди пройдут по 100 километров пешком у вас на Божию, чтобы пришли к Патре Божию. И у вас тоже вы будете причастны к этому подвигу. Хотя бы немножко. На малую меру. Тоже полезно это все и спасительное для каждого из нас. Особенно в этом. Время, когда переживаю скорби, лишения, и где не возьмем у нас все к рукам. Сейчас вот наступает этот отопительный сезон, уже начинаются вот эти газовые проблемы, хлопоты, сколько будет газ стоить, не знаешь, за что хвататься. И как плавание только на милость Божию. Поэтому тоже прошу вас следствовать своей молитвами и своей милостью. И храм, и всех нас. Вот. Вроде бы ничего не забыл. Что? Первого числа в Сахроне Пустыни, вот люди как раз под крестным ходом в Сахроне Пустыни будет сезон. Ну вот в Глинскую Пустын съездили, хоть и дождь был, и холодный, но я думаю, никто не пожалел, что проехали в монастырь. Даже в Сахроне Пустыни, у нас всегда так, 7 мая вся епархия в Жетском монастыре в Путивле, а 1-3-3-3 в День явления иконы все в Сахроне Пустыни. Но не все какие-то возможности поехать, записывайтесь, пожалуйста, на список здесь на кассе, мы очень-таки же попросим на имя, мы уже договорились за автобусом, записывайтесь, будет, по-моему, 60-50 гривен будет человек, и туда и назад вас привезут на Слову и сосуду. Поэтому тоже, как бы, можете поучаствовать в этом благом деле и добыть, причтить Матерь и Душу. Помощь именности Божией храни Господь. Сегодня у нас в воскресе, не как обычно, а завтра будет и праздник, День Строгого Поста, потому что с пленой переживаем события, связанные с Крестом, со спятием, смерти Господа Бога и спасения нашего Суста Христа. Спаси все Господи, а нам Бог.